Меня зовут Приима Елена Александровна. Здравствуйте, дорогие ученики! Добро пожаловать в онлайн-мегтеб. Сегодня я проведу урок русского языка в восьмом классе на тему «Музыка в нашей жизни. Градация» из раздела «Музыка в современном обществе. Морфология, синтаксис и пунктуация». Сегодня вы узнаете, что такое градация и какова роль градации в речи. Вы научитесь находить ее в тексте, использовать ее в речи. Все мы должны понимать, что речь выразительна и интересна только в том случае, если человек использует хороший запас слов, синонимы, антонимы, пословицы и поговорки, выразительные средства языка, фигуры речи. Вот о фигурах речи мы и поговорим на сегодняшнем уроке. На экране вы видите те выразительные средства языка, те фигуры речи, с которыми вы уже знакомы из русского языка и литературы. Инверсия – обратный порядок слов, анафора – единоначатие, антитеза – противопоставление. А сегодня мы расширим ваши знания, познакомившись с градацией. Градация – это фигура поэтической речи, расположение синонимов в порядке нарастания или ослабления их эмоциональной и смысловой значимости. Таким образом, можем выделить восходящую и нисходящую градацию. Например, Вагнер был талантливым, гениальным, выдающимся музыкантом. Это пример восходящей градации. Все грани чувств, все грани правды стерты в мирах, в годах, в часах. Перед вами пример нисходящей градации. Градация является одним из художественных средств создания образной речи. Это стилистический прием, либо фигура, с нарастающим смыслом значимости слов, выражений или реже с нисходящим. Поработаем с текстовым материалом. На экране перед вами текст, музыка. Послушайте его. Попробуйте определить, в каких предложениях текста наблюдается градация. С музыкой в моей жизни связано не так уж много воспоминаний. Пожалуй, это самое яркое. Было лето, и я грыз что-то кислое в саду. Из дома донесся страшный, нечеловеческий вопль. Я подавился и бросился на помощь. Куда? Кому? В комнате у электроплитки стояла бабушка Елена. Что-то помешивала в кастрюльке. В ухе чернел радионаушник. Бабушка была глуховата. Она стояла в адском, истошном завывании, безмятежно, как праведница в костре. Слушая своего Шопена, бабушка и не подозревала, что наступила коту Барсику на хвост. Да так ловко, что он не мог даже извернуться и укусить хозяйку за ногу. Как он не сошел с ума от такой долгой и жестокой боли? Впрочем, надо уточнить, бывают ли сумасшедшими коты. Из этого воспоминания для меня совершенно неопровержимо следует вывод. Все то, что мы не в состоянии воспринять, потрогать, использовать и посему считать несуществующим, вполне существует, порою рядом и, возможно, страдает, глядит с мольбою в наши невидящие глаза. Константин Победин. Я надеюсь, что вы нашли примеры градации в этом небольшом тексте. А теперь проверьте себя, убедитесь, правильно ли вы ее нашли. Первый пример. Страшный нечеловеческий вопль. Второй пример. Она стояла в адском истошном завывании безмятежно, как праведница на костре. Третий пример. Мы не в состоянии воспринять, потрогать, использовать. Если вы нашли все правильно, вы молодцы. Лексической темой сегодняшнего урока является музыка в нашей жизни. Сергей Васильевич Рахманинов – русский композитор, пианист, дирижер. Он синтезировал в своем творчестве принципы петербургской и московской композиторских школ, а также традиции западноевропейской школы, и создал свой оригинальный стиль. Во время написания своего знаменитого концерта номер два для фортепиано с оркестром композитор был очень болен. Периоды улучшения душевного самочувствия перемежались с моментами резкого ухудшения. Композитор закончил свое творение в 1901 году, и его создание ознаменовало собою выход музыканта из затяжного кризиса. Произведения Сергея Рахманинова исполняли разные музыканты, но одним из самых гениальным является исполнение Денисом Мацуевым. Денис Мацуев – известный современный пианист. Он является одним из исполнителей концерта номер два для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. Я предлагаю послушать отрывок из этого произведения и определить, как прослушанная вами музыка связана с нашей грамматической темой – градация. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я надеюсь, вы нашли сходство музыкальной композиции с художественным текстом. Правильно, молодцы. В нарастающем темпе мелодии тоже прослеживается восходящая градация. Итак, функции градации в речи. Многоплановое восприятие речи. Градация вызывает интерес у слушателей, рождает богатые образные ассоциации, а также помогает понять смысл высказывания. Мы познакомились с еще одним понятием, которое вы можете использовать в своей речи, как устной, так и письменной. Это понятие градации. Градация. Градация. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok